4 быстрых способа сделать губы пухлее. Неважно, потеряли ли ваши губы объем с возрастом или они никогда не были такими пухлыми, какие бы вы хотели, не спешите задумываться о филлерах. Существует множество неинвазивных и безопасных способов мгновенно увеличить губы. Продолжайте просмотр, чтобы узнать об этом все. Перед тем, как вы вернете объем вашим губам, подпишитесь на наш канал и нажмите колокольчик, чтобы присоединиться к Эдми. Номер один. Увлажняйте губы самодельными средствами. Сухая кожа теряет эластичность и здоровье больше, чем увлажненная, поэтому крайне важно увлажнять губы. Следующие самодельные средства не только помогут увлажнить губы, но также слегка подкачают их за секунду. Маска для губ с эфирным маслом корицы. Возьмите одну-две капли эфирного масла корицы и одну чайную ложку кокосового масла, масла какао или масла ши. Если у вас чувствительная кожа, то одной капли масла корицы будет достаточно. Нанесите смесь на губы и удалите через 3-5 минут. Корица очень активна, так что используйте это средство раз-два в неделю. Храните остатки самодельной маски для губ в холодильнике в стеклянной баночке. Если у вас аллергия на корицу или вы просто не любите ее, замените ее на эфирное масло мяты. Как и корица, она стимулирует кровоток, к тому же она придаст губам естественный розовый оттенок. Кокосовый и миндальный бальзам для губ. Вам понадобится половина чайной ложки растопленного какао-масла, 1 чайная ложка кокосового масла и 20 капель миндального масла. Растопите масло какао в микроволновке в течение 15-30 секунд. Если вы не нашли эти ингредиенты, можете заменить их на масло ши. Хорошо все смешайте. Добавьте 2 капли эфирного масла каенского перца и вылейте смесь в удобную для хранения баночку. Когда бальзам будет готов, наносите его как обычную гигиеническую помаду. Медовый скраб для губ с маслом. Смешайте 2 чайные ложки сахара, 1 меда, 1 миндального масла и щепотку корицы в небольшой емкости. Мед и масло естественным образом увлажнят кожу. Сахар отлично отшелушит, а корица придаст объема. Хорошо перемешайте ингредиенты и нанесите на губы. Скрабируйте около минуты, затем оставьте на 3 минуты и, наконец, смойте. После этого можно нанести свой любимый бальзам для губ или оставить все как есть. Номер 2. Сделайте губы очень гладкими. Дело не только в эстетике, но также и в физике. Гладкие губы лучше отражают свет, так что выглядят действительно пухлее и полнее. Можно добиться детской гладкости с помощью этого самодельного скраба для губ или используя зубную щетку для более абразивного пилинга. Это также активизирует кровоснабжение и к тому же придает розовый оттенок, по крайней мере, так считает визажист Хиллари Клайн. Не забудьте увлажнить губы перед тем, как скрабировать их, и не слишком увлекайтесь пилингом, он может вызвать раздражение. Медовый скраб и зубная щетка мгновенно придадут гладкости, но есть несколько способов не дать губам потрескаться или обветриться. Во-первых, никогда не облизывайте губы. Когда вы делаете это, вы распространяете по губам кислотную слюну с языка. Она смывает натуральные масла, защищающие ваши губы, так что возникает раздражение и они трескаются. Вместо этого увлажняйте их, тогда у вас не возникнет желания облизывать губы. Во-вторых, не забывайте о защите от солнца. Как и вся кожа, ваши губы нуждаются в защите от солнца, иначе они могут получить ожог, станут сухими и обветренными, а значит, будут выглядеть тоньше. Покупая продукты для губ, в том числе и помаду, убедитесь, что у них есть солнцезащитный фактор SPF. Конечно, это касается средств и для лица, и для тела. И, наконец, следите за продуктами, вызывающими аллергию. Если вы ухаживаете за губами с помощью бальзамов, масок и увлажняющих средств, но они все равно постоянно обветрены, дело может быть в аллергической реакции. Исключите цитрусовые и соленые продукты. Они могут раздражать кожу губ. Зубная паста, содержащая спирт или лауреат сульфат натрия, а также сильно ароматизированные средства для лица могут быть причиной дискомфорта губ. Номер три. Попробуйте советы по макияжу. Конечно, нужно ухаживать за губами, чтобы они были здоровыми и увлажненными. Но макияж также может помочь вашим губам стать объемнее за одну секунду. Выходите за контур губ. Не стоит недооценивать силу карандаша. Визажисты знаменитостей активно им пользуются, а Кайли Дженнер просто его фанатка. Так что берите карандаш, чтобы нарисовать себе губы. И не переживайте, если слегка выйдете за контур. Потом можно накраситься помадой или затушевать всю поверхность губ карандашом. Кстати, если вам нужно проработать губы карандашом, не забудьте купить хорошую базу. Тональный крем или консилер отлично подойдут. Карандаш для губ – абсолютный маст хев, если вы хотите слегка изменить природную форму губ. Тщательно выбирайте помаду. Что касается оттенка, то цвета темнее тона кожи делают губы визуально более плоскими и тонкими. Так что поэкспериментируйте с нюдовыми оттенками, не слишком светлыми или темными для вас. Конечно, красная помада – беспроигрышный вариант. Она потрясающе выглядит на любых губах. Что же касается финиша, матовая помада склонна заходить за тонкий контур и покрываться мелкими трещинами. Сочный вид придаст помада с глянцевым финишем. Чтобы понять, какой финиш у помады, просто прочитайте этикетку. Делайте контуринг губ. Обманите глаз, нанеся более темный оттенок на все губы, а затем посветлее только в центр. Это мгновенно придаст губам супер 3D эффект. Если одна губа выглядит пухлее, а вы хотите сделать их одинаковыми, просто нанесите светлый оттенок на губу, которая визуально тоньше. Добавьте блеска. Если хотите, чтобы ваши губы выглядели сочными и пухлыми, нет средства, которое сработало бы лучше, чем блеск для губ. Знаете про отражение света? Именно это и делает блеск для губ. Сейчас даже выпускают специальные блески-пламперы, которые дают мгновенные результаты. Это идеальное средство, если вам нравится длительный эффект матовых жидких помад. Блеск для губ позаботится об этом. Номер 4. Делайте гимнастику для губ. И, наконец, вы всегда можете поработать с самой сутью проблемы. Сохраните объем губ на годы вперед, делая упражнения на мышцы, находящиеся вокруг рта. Звучит разумно, да? В смысле, если вы хотите более подтянутую попу, то что вы делаете? Вы тренируете мышцы ягодиц. То же самое и с губами. Так что давайте попробуем несколько упражнений вместе. Нарисуйте улыбку. Указательный и средний палец поместите на нижнюю губу. Постарайтесь почувствовать мышечную ткань под губой, прогревая и расслабляя ее. Начинайте рисовать улыбку на лице, нежно разводя пальцы к уголкам рта и слегка подтягивая. Теперь сделайте то же самое с верхней губой. Следите, чтобы движения были четко горизонтальными. Повторите упражнение несколько раз попеременно с нижней и верхней губами, заканчивая на нижней. Улыбнитесь и поцелуйте. Приоткройте рот и улыбнитесь как можно шире. Улыбайтесь от уха до уха в течение 15 секунд. Ах, какая у вас прекрасная улыбка! Затем вытяните губы, как только сможете, будто хотите крепко поцеловать. Сохраняйте это положение 15 секунд. Выглядит глупо, но оно того стоит. А теперь втяните губы. Держите так 10 секунд. Наконец, поднимите руку к лицу, снова вытяните губы и целуйте руку 5 секунд. Повторите весь сет упражнений 5 раз, как только найдете свободное время. Воображаемое полоскание рта. Прикройте рот и чуть-чуть вытяните губы. Двигайте губами то влево, то вправо, ощущая, как щеки наполняются воздухом. Другими словами, выполните движение, будто полощите рот. Сделайте 10 повторений по 5 на каждую сторону. Задуйте невидимую свечу. Представьте, что вам нужно задуть свечу, но это очень сложно, так что нужно очень постараться. Движения губ должны быть очень напряженными. Наберите воздуха, придайте губам форму буквы О и сделайте 2-3 медленных выдоха. Конечно, как и с любыми другими упражнениями, мгновенных результатов не будет. Но если делать эти упражнения раз-два в день, как минимум 4 недели подряд, вы заметите хорошие результаты. А у вас есть собственные секреты красивых, полных и здоровых губ? Расскажите в комментариях. Не забудьте поставить видео лайк, поделиться им с друзьями и подписаться, чтобы оставаться с Эдми.